В эфире программа «Угол зрения». Охрана окружающей среды всегда среди приоритетных направлений деятельности «Газпромдобыча над дым». За время работы на территории Крайнего Севера накоплен большой опыт в решении экологических проблем, возникающих при освоении труднодоступных природных кладовых. Сегодня в студию мы пригласили начальника отдела охраны окружающей среды общества «Газпромдобыча над дым» Дмитрия Подгорного. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Добрый день. Дмитрий Владимирович, давайте начнем с того, что вернемся немножко в историю, а именно 40 лет назад, когда «Газпром» начал осваивать территорию Западной Сибири, а именно месторождение «Медвежье». Вот, на мой взгляд, тогда, изучая определенные источники, словам «экология», «охрана окружающей среды», такого должного внимания не уделялось. Это на самом деле так? Ну, можно сказать, что это и так, и не так. Да, таких терминов, как «охрана окружающей среды», «экология» практически не звучала. У нас был план, который нам доводило правительство Советского Союза, и это был как бы основной ориентир. Но, тем не менее, в Советском Союзе всегда существовали ГОСТы, различные СНИПы, которые предписывали нам контролировать загрязненность почвы, следить за состоянием поверхностных вод. Как бы вот такая система была. Ну, уже дальше, когда мы пошли на Емсавей, уже и месторождение начиналось по-другому, дороги начали отсыпать, техника не портила тундру. Как здесь отношение менялось? Ну, я хочу сказать, что ужесточение природоохранного законодательства началось где-то с середины 80-х годов, потому что вышло постановление правительства, предписывающее промышленным предприятиям контролировать свои выбросы, сбросы. И, соответственно, была проведена инвентаризация всех источников выбросов для дальнейших разработок проектов предельно допустимых выбросов и сбросов. Потом «Газпром добычи на дым» пошел дальше на север, в более ранимые экологические территории. Здесь стали вопросам экологии больше уделять внимания? Стали их замечать? Да, наше законодательство с 90-х годов приобрело уже практически вид, какой мы имеем сейчас. Вышли основные законы об отходах производства и потребления, об охране атмосферного воздуха. В начале 2000-х вышел закон о охране окружающей среды, это закон номер 7 ФЗ. И законодательство практически стало таким же, как есть на данный момент. Дмитрий Владимирович, а Вы не считаете, что сейчас, как Вы сказали, не было такого должного внимания, не уделялось экологии, что сейчас мы расплачиваемся за это? Хороший вопрос, но я не думаю, что в то время, когда мы только начинали освоение, мы все-таки так бездумно относились к окружающей среде. Все равно мы и прокладывали зимники, и исключали проезд гусеничной техники по тундре. Все это было, все это, конечно, было не в таком масштабе, как сейчас, но старались контролировать этот момент тоже. Потому что этот момент, от этого момента зависит и техническое состояние объектов. Понятно, что освоение любого месторождения связано с рядом экологических проблем. А насколько эффективны технологии, которые мы сейчас применяем? На данный момент технологии, которые применяются в добыче и подготовке газа, конечно, можно сказать, что они экологичны. Те технологии, которые применяются в подготовке газа, в осушке газа, это технологии, которые имеют замкнутый цикл, которая практически полностью не допускает разливов и воздействия на окружающую среду. Технологии по осушке и подготовке газа имеют замкнутый цикл, который полностью исключает проливы нефтепродуктов и целиком исключает воздействия на окружающую среду. Дожимной комплекс оборудован электростартерами, которые позволяют сокращать выбросы метана в атмосферу. То есть мы следим за, скажем так, за современными технологиями и их же применяем к себе? Конечно, конечно, да. Каждая новая технология, которая выходит на данный момент, она все более экологична по сравнению с предыдущей технологией. Дмитрий Владимирович, а вот какая проблема волнует вас, как эколога, вообще в газовой отрасли и вообще в целом? Ну, на данный момент меня, как эколога, волнует несколько проблем. Что касается нашего города Надыма, это у нас как бы не секрет, основная проблема – это отсутствие легитимного полигона для утилизации твердых бытовых отходов. Получается так, что общество «Газпром. Добыча на дым» в целях исполнения законодательства возит свои твердые бытовые отходы в поселок Пангады на лицензированный полигон. Соответственно, мы несем и какие-то материальные затраты. Также есть проблема нашего природоохранного законодательства, которое на данный момент меняется очень сильно в сторону ужесточения. Какие технологии в «Газпром. Добыча на дым» используются сегодня при утилизации бурового шлама? На данный момент на эту проблему обращают очень большое внимание, потому что это проблема всероссийского масштаба. И на данный момент у нас на Баланенковском месторождении используется несколько методов по обезвреживанию буровых отходов. На Баланенковском нефтегазно-конденсатном месторождении мы используем технологическую схему с переработкой отходов бурения методом отвержения, с получением строительного материала. А жидкая фракция отходов после осветления и очистки идет на закачку в подземные горизонты. А вот я знаю, что на Ямале действуют карты для утилизации бурового шлама. Полигон для твердых бытовых и промышленных отходов существует на Ямале, но на данный момент он у нас не используется. Потому что все буровые отходы идут или на переработку, на установку ледыги для получения строительного материала, или идут на закачку в подземные резервуары, которые строятся здесь же на кустах скважин. Смысл подземных резервуаров состоит в том, что подземные резервуары строятся в вечно мерзлых породах с температурой грунтов минус 4-5 градусов. Буровые отходы закачиваются в подземный резервуар и со временем замерзают. И получается полный монолит вместе с породой. В дальнейшем подземный резервуар рекультивируется, но происходит постоянный мониторинг его. Что касается утилизации буровых отходов. Я знаю, что на Баваненковском месторождении есть специальная установка. Сколько лет она действует и как вообще показывает себя? Да, есть такая установка. Она была запущена где-то с конца 2010 года. Установка Лёдге. Данная установка предназначена для переработки твердой фазы бурового шлама. Она и конечная цель получения строительного материала, пригодного для использования для отсыпок площадок, дорог, для поямочного ремонта. Мы это все используем, да? Да, конечно. А до этого как обходились без нее? А до этого твердую фазу буровых отходов складировали на полигоне ТБ и ПО, о котором я уже говорил выше, а жидкую фазу очищали на коз и закачивали в подземные пласты. А что собой представляет полигон твердых бытовых отходов? Ну, скажу, да, что общество «Газпром. Добыча на дым» имеет на своем балансе четыре полигона. У нас есть полигоны на Юбилейном месторождении, на Ямсовейском месторождении, на Баваненковском месторождении и на Харасовейском. Вообще, полигон – это капитальное строение, которое предназначено для захоронения и утилизации твердых бытовых отходов. Основная цель полигона – это исключение влияния твердых бытовых отходов на окружающую среду. А вот я знаю, что на Баваненково есть еще установка для пакетирования железа. Она действует сейчас? Да, абсолютно верно. Есть у нас так называемая установка для пакетирования железа – это пресс. Он сейчас на данный момент действует, да. А сколько вообще металлолома вывезено с Ямала и продолжается ли эта работа? Да, абсолютно верно. Мы постоянно вывозим металлолом с Баваненковского и с Харасовейского месторождения. За 2014 год, сейчас я вам скажу точно, с полуострова Ямал было вывезено больше 240 тонн лома черных и цветных металлов. А вообще какой-то план есть по вывозу? Да, конечно. На 2015 год планируется вывезти с полуострова Ямал более 900 тонн лома черных и цветных металлов. Дмитрий Владимирович, задача буровиков не только сделать свою работу, но и убрать за собой. Как «Газпром добычи на дым» контролирует этот вопрос? Общество «Газпром добычи на дым» проводит так называемый производственный экологический контроль. В задачи данного мероприятия входит контроль за всеми основными подрядными организациями, ведущими строительство, ведущими бурение скважин. Специалисты управления капитального строительства, специалисты аппарата управления общества «Газпром добычи на дым» в соответствии с утвержденным графиком, планом, выезжают на место, то бишь на бурящуюся скважину, на строящуюся скважину. Специалисты оценивают проведение мероприятий по обращению с отходами, в том числе и твердыми бытовыми отходами, которые образуются от жизнедеятельности буровых бригад и подрядных организаций. Наш основной подрядчик по бурению скважин – это «Газпром бурение». У них также имеется система экологического менеджмента, у них также есть экологическая политика, которой они стараются придерживаться. Поэтому вопросы по охране окружающей среды не отодвигаются в дальний угол, а стоят и занимают одно из главных мест в производственной деятельности подрядчика. У нас в обществе большая работа проводится и по рекультивации земель. Сколько уже рекультивировано? Ну, да, хочется сказать, что за 2014 год рекультивировано более 400 гектар. Дмитрий Иванович, ну и каково их качество? Когда-нибудь на них клюкву можно будет выращивать? Знаете, такой вопрос очень интересный. Дело в том, что да, скорее всего, что рекультивация проходит, как обычно, в два этапа. Это техническая рекультивация и биологическая рекультивация. Ну, если техническая рекультивация, это понятно, это уборка, зачистка территории от мусора, планировка территории. Биологическая рекультивация, это уже состоит из внесения удобрений на территорию, посев травосмесей. Соответственно, спустя какое-то время площадка должна иметь первозданный вид. А о чем говорит тот факт, что на промыслах все чаще стали появляться животные? Это говорит о хорошей экологической политике или все-таки о том, что голод их туда привлекает? Знаете, этот вопрос очень интересный. Появление животных вблизи жилища человека, как мне кажется, все-таки это не естественный фактор. Если как бы все хорошо, то животное само не придет. Но на данный момент в обществе «Газпром добыча на дым» скажем так, цивилизованный подход к появлению животных вблизи промышленных объектов. В обществе существует программа по охране животного мира и мест размножения. Одним из пунктов – это полное исключение нерегламентированного отстрела животных, ловля рыб, птиц. Все это как бы в целях исключения фактора беспокойства. Также в этой программе идет один из пунктов – это выполнение прокладки линейных сооружений только в зимний период. Компания «Газпром» – лидер и по реализации экологической политики в нашей стране. А вот финансовые трудности не могут повлиять на качество природоохранных мероприятий? Да, конечно. Экологическая политика общества «Газпром» в добыче на дым содержит основные принципы и стратегические цели нашего общества в области охраны окружающей среды. Финансовый кризис, о котором так много говорится, и финансовые проблемы, я думаю, не могут повлиять на наши мероприятия по охране окружающей среды, потому что данные мероприятия и вообще отношения к охране окружающей среды ставятся во главе угла. Кстати, прошедшие два года были в «Газпроме» экологическими, что потребовало и повышенного внимания. Давайте кратко напомним о том, какие основные мероприятия были сделаны в нашем обществе. Да, совершенно верно. 2013 год был объявлен годом охраны окружающей среды в Российской Федерации и, соответственно, в обществе ОАО «Газпром» был объявлен годом экологии. Общество «Газпром. Добыча над дым» активно участвовало во всех мероприятиях. Была разработана программа, где мы запланировали около 50 мероприятий. По итогам 2013 года, когда мы подвели итоги, получилось, что мы выполнили более 300 мероприятий на общую сумму более 600 миллионов рублей. Данные мероприятия включали в себя и экологически чистое производство, и внедрение новых экологически чистых технологий, и строительство природоохранных объектов, таких как канализационные очистные станции на Ямале, водоочистные станции на Ямале. Одним из ярких примеров итога года экологии – это всеми нами любимый экопарк, который был подарен городу Надыму, обществом «Газпром. Добыча в Надым». И в продолжении года экологии 2014 год был объявлен годом экологической культуры. В рамках года экологической культуры было проведено тоже очень большие, более 400 мероприятий было проведено. Но они были направлены в основном на повышение образования, на повышение экологической культуры сотрудников общества и граждан нашего города. Дмитрий Владимирович, вот такая, как говорят, неблагоприятная экологическая обстановка. На это влияет и низкий уровень культуры населения? Как повышать ее? Вы знаете, мне кажется, это как бы основной критерий. Потому что, например, у нас в обществе «Газпром. Добыча на дым» мы постоянно повышаем наш уровень образования. Постоянно проводится в обществе экологическое обучение и сотрудников, и экологов, и рабочих, и специалистов, и руководящего состава. Также мы на этом не останавливаемся. Мы проводим различные открытые уроки и в школах нашего города, проводим экскурсии для студентов, для школьников города Надыма. Вот, кстати, вы уже сказали, что проводите экскурсии, экологические уроки для школьников. Ведь экологическую культуру и нужно повышать наверняка со школьной скамьи. И вот я скажу, что уроки экологии с малышами неоднократно проводит и генеральный директор общества «Газпром. Добыча на дым» Сергей Меншиков. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Дети, которые являются нашим продолжением, они являются пользователем природной среды. И они выезжают с родителями, сами выезжают на природу, пользуются ресурсами, в частности, той же водой, занимаются также утилизацией, ну или сбором отходов, в частности, твердобытовых. Им нужно знать и полезно знать, как вообще нужно пользоваться природой. Общаясь с третиклашками, Сергей Меншиков учел их возраст. Они еще любят, когда вопрос задается всем сразу, могут отвечать хором. Они умные, все знают, но первыми откликаются самые смелые. Вы знаете, что такое компания «Газпром. Добыча на дым»? Да. Что за компания? Компания, которая называется «Газпром». 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 Знаете, что такое экология и аграрная окружающая среда? Экология – это значит, что они сохраняют озеро, леса, моря, чтобы их не загрязняли люди, и они не превратились в разные помойки. Это охрана природы, чтобы никто не загрязнял ее, и чтобы люди могли любоваться лесом. Это то, что охраняет природу, то, что ее бережет, чтобы, например, чтобы она не портила, чтобы не засорял ее никто. Ведь если все будут ломать деревья, и будут рушить природу, и не будет кислорода, ничего не будет. Дмитрий Владимирович, какие, на Ваш взгляд, основные задачи предстоит решать экологам в этом году? «Перед экологами поставлена очень большая задача в этом году. Как я уже говорил, с 1 января 2015 года коренным образом меняется природоохранное законодательство. Внесены изменения, вышли законы номер 219 и номер 458, которые вносят изменения в закон номер 7 ФЗ, это об охране окружающей среды, и в закон номер 89 об отходах производства и потребления. С 1 января 2015 года у нас коренным образом меняется природоохранное законодательство. Вышли у нас два новых закона, это 219 и 458, которые вносят изменения в наш основной закон номер 7 ФЗ об охране окружающей среды, и 89 закон об отходах производства и потребления. Данные законы предусматривают изменения самого подхода и к нормированию в области природоохранной деятельности, подразумевают переход на наилучшие доступные технологии, о которых так сейчас много говорится, и в Российской Федерации, и вообще в цивилизованном мире. А какие мероприятия намерены проводить именно в экологическом воспитании горожан? Общество «Газпром. Добыча на дым» будет продолжать ввести работу в этом направлении и в средствах массовой информации. Также запланированы мероприятия и в дошкольных учреждениях. Будет выпущено очень много наглядного материала, иллюстрирующего и экологически чистое производство, экологический подход общества «Газпром. Добыча на дым» к проблеме охраны окружающей среды. Дмитрий Владимирович, напоследок хотелось бы сказать, что общество «Газпром. Добыча на дым» всегда в числе лидеров по своей экологической политике, я имею в виду на уровне «Большого Газпрома» и в числе других дочек. Ведь у нас есть награды даже. Совершенно верно. Общество «Газпром. Добыча на дым» постоянно участвует в международных конгрессах, в мероприятиях, посвященных охране окружающей среды. И на уровне общества ОАО «Газпром», на региональном уровне мы участвуем во всех конференциях, симпозиумах, конгрессах. Нас ставят в пример другим дочерним обществам ОАО «Газпром». Дмитрий Владимирович, спасибо вам за интересную беседу. Напомню, что сегодня у нас в студии был начальник отдела охраны окружающей среды «Газпром. Добыча на дым» Дмитрий Подгорный. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»